Сейчас вы точно знаете, что это есть часть и прелесть вашего существа, что это внутреннее пространство, куда можно перейти, внутренний обитель, настоящий храм. Этот храм существует внутри вас. Если вы будете искать этот храм на своем теле, вы найдете его возле пупа. Поэтому индусы стали созерцателями пупов. На Западе, если кто-нибудь начинает медитировать, начинают смеяться и спрашивают, «Ты что, стал созерцателем пупа?» Место, которое японцы называют хара, индусы называют храмом тела. Они закрывают глаза и уносят сознание в храм тела. Ваше тело тоже храм, потому что оно несет вас, а из этого храма вы идете глубже и находите свое несущество. Это больший храм существа. Тело становится дверью, и когда вы достигаете внутренней обители, окруженной несуществом, на троне вы обнаруживаете божественное. Это и есть центр несущества. Недавно меня кто-то спрашивал, «Как может пустота иметь центр?» «Может. Внутренняя пустота обладает только центром, но не окружностью. Это нелогично, так как сама логика нелогична и неприменима к жизни. У жизни своя логика, и основа этой логики в том, что противоположности не есть противоположности. Они дополняют друг друга. Пустота обладает центром. Посмотрите на колесо. В центре пустота ступится. Колесо – это материя. Центр – это нематерия. Но когда вы начинаете двигаться внутрь, получается наоборот. Центр – это бытие, а колесо – небытие. Несущество – всего лишь аура вашего существа, его свет, пространство, его территория. И оно прекрасно, потому что оно пусто и чисто. Потому что совершенно пусто. Не бойтесь этого. Сначала это выглядит как смерть. Но если вы позволяете, оно превращается в воскрешение. После каждой внутренней смерти наступает воскрешение. В этом заключается смысл воскрешения Христа. Не что Он физически воскрес, но что Он прошел через крест, то есть смерть, и пришел к внутренней жизни. Вы должны пройти пустоту, то есть крест. Каждый должен пройти это. Никто другой не сможет нести его за вас. Вы должны сами нести свой крест. И если вы этого не сделаете, не пройдете пустоты, вы не сможете достигнуть внутреннего центра. Во внутреннем центре вы уже больше не личность. Вы превращаетесь в самого Бога. Индусы говорят «Ахам Брахма Сми» «Я есть сам Бог». Это изречение идет от тех, кто достиг внутренней точки, кто прошел часть несуществования и пришел в обитель, в которой вас нет, а есть Бог. Но вы стараетесь избегнуть этого. Вы не знаете, как этим пользоваться. Если вы пусты, и вам нечего делать, вы начинаете заниматься чем попало. Вы включаете радио или телевизор, начинаете читать газету или книгу. Идете в кино или в гости. Вы начинаете заниматься чем попало, потому что вы не можете ничем не заниматься. У людей такое понятие, что если вы не можете заниматься чем-нибудь полезным, занимайтесь бесполезным, но не сидите без дела. Сидите пустыми. Сидя пустым, приходишь к самой большой встрече в жизни. Встречаешь свою собственную смерть. Если вы это сможете пройти, пройти это смеясь, танцуя, наслаждаясь, если даже пустота сможет вас питать, тогда вас ничто не сможет разрушить. Вы достигли вечного, неразрушимого, бессмертного. Вот почему я всегда настаиваю на медитации с танцами. Это не только танец внешний. Внешнее – не что иное, как тренировка внутреннего. Вы танцуете внешне, и постепенно возникает внутренний танец. И танцуя внутренне, вы передвигаетесь к внутреннему центру, к самому центру существования. Помните, смерть можно пройти, только танцуя. Смерть можно победить, только сильным смехом. Нести свой крест нужно только, будучи счастливым, блаженным, находясь в состоянии экстаза, иначе он превратится в тяжелое бремя. Ваша собственная пустота превратится в такое бремя, что вы захотите убежать от него и вернуться обратно в мир. Помните, до тех пор, пока вы не умрете, вы не сможете возродиться. Такой, какой вы есть, вы должны пройти через смерть. А вы слишком цепляетесь за жизнь. Это не поможет, смерть все равно придет. Но она приходит двумя путями. Первый путь – это обычный. Вы цепляетесь за жизнь, и смерть приходит к вам как враг. Вы сопротивляетесь и боретесь с ней, делаете все, чтобы ее избежать. Но как же ее можно избежать? Тот день, когда вы родились, появилась и смерть. Каждое рождение несет в себе зерно смерти. Фактически в жизни нет ничего более определенного, чем это. Произойти может все, но смерть произойдет обязательно. Наверняка. Ее можно немножко оттянуть, но это ничего не меняет. Все равно она произойдет. Первый способ встретить смерть – это встретить ее как врага, как встречает ее 99% людей и терпит неудачу. Из-за своей враждебности они не могут воспользоваться ей, и она ничем не может им послужить. Но есть другой способ. Это принять смерть как друга, как внутреннюю часть своего существа, приветствовать ее и наслаждаться ею, быть готовым к ней, и когда она придет, обнять ее. И вдруг меняется само качество смерти. Она уже больше не смерть, она превращается в дверь. Она больше не разрушает вас. Наоборот, она вам служит. Она ведет вас к бессмертному. Умрите. Вам придется умереть, но умрите красиво. Я не говорю, чтобы вы умирали, контролируя себя как стоек. Нет, я говорю, чтобы вы умирали красиво, с удовольствием, как будто в вашу дверь стучится друг, и вы счастливы. Вы обнимаете друга, которого долго ждали, и приглашаете его войти. Если вы сможете полюбить смерть, вы станете бессмертным. Если вы сможете понять несуществование, тогда вы станете самой основой существования, основой самого Бога. Если вы полюбите несуществование, вас ничто не сможет разрушить. Вы оказываетесь по ту сторону времени и пространства, и тогда целое и вы сливаетесь в одно. И это и есть святость. Стать целым значит стать святым. святость. Спасибо за субтитры